Всем привет, я доктор Евгений. Тема этого ролика, как улучшить свое зрение, как настроить положение черепа, как улучшить фокусировку зрения и как уметь рассеивать зрение для того, чтобы отдыхал в фокус. Как раз таки все, это сейчас я вам покажу, поехали. В первую очередь надо понять, проблема с обоими глазами, то есть зрение хуже с обеих сторон, примерно одинаково, либо все-таки один глаз хуже видит, второй глаз лучше видит. Если расхождение у вас в диоптерах примерно 0,5, то это не является причиной для того, чтобы один глаз корректировать. То есть если расхождение примерно в 0,5, то оба глаза требуют корректировки симметричной. Если же имеется так называемый астигматизм, когда, допустим, левый глаз минус 2, а правый минус 5, то тут конкретно лучше работать с тем глазом, который видит хуже. Но я покажу на примере с обеих сторон, как это улучшается. В первую очередь обратите внимание на позицию черепа. В одном из видео, которое сейчас в подсказках у вас появится, я рассказываю, как выровнять позицию черепа через мышцы шеи и затылка. Сначала обратитесь к этому видео. То есть поравняйте себе мозги, а после этого приступайте к технике, которую я сейчас вам показываю. Техника банально проста. Все вы, наверное, видели, как многие, когда плохо видят, щурятся и еще добавляют движение себе вот это. Тем самым искусственно натягивая свою роговицу, хрусталик, оказывая давление на весь глаз, то есть изменяется как раз таки глубина всех линз, которые преломляют свет, и улучшается состояние видения того или иного предмета. Это поймут только те, кто плохо видит. Что нужно сделать в этом случае? То есть вы ловите как раз таки с открытыми глазами, не щурясь, положение натяжения мышц вокруг глаза такое, где зрение у вас становится лучше. То есть после того, как вы поравняли голову, уже фокус может стать лучше. А эта техника как раз таки на доработку. Встали в уголках глаз, натянули в нужном натяжении свои мышцы и мягкие ткани и ждете, когда фокусировка зрения станет лучше. Если в этом положении глаз стало лучше видно, то в этой позиции как раз таки и нужно остаться. До каких пор нужно оставаться? До тех пор, как вы не почувствуете под пальцами движение мягких тканей. То есть вы натянете зрение свое, оно стало лучше. И держим это натяжение до тех пор, пока палец как будто не поплывет дальше. С одной и с другой стороны. При этом не нужно скользить по коже, нужно движение мягких тканей. То есть прям встали, уперлись, натянули, поймали нужный фокус и стоим до тех пор, натягиваем, пока все мягкие ткани, мышцы, связки, кожа, фасции не поплывут дальше. После этого убираете пальцы и проверяете себя на предмет, улучшился ли фокус зрения, стало ли лучше видеть далекие либо близкие предметы. Все зависит от того, у вас близорукость, либо дальнозоркость. Это видео как раз таки подходит и тем, у кого имеется плюс и минус в зрении. После этого результат нужно закрепить. Как раз таки расфокусом зрения. Расфокус зрения дает оптимальное положение зрачка относительно предметов, которые находятся вокруг вас. И в этом зрении видно на 180 градусов. То есть весь периметр вы можете оценить одним лишь взором. Для этого нужно просто-напросто скосить глаза. Причем не максимально, насколько это можно, а скашивать их таким образом, чтобы вы не видели четкого фокуса перед собой. То есть поставьте ладонь перед собой на вытянутую руку и смотрите на нее. Скашивайте глаза до тех пор, пока вы не увидите, что пальцы начинают как бы двоиться у вас таким вот образом. И как только они начинают двоиться, в этом расфокусе охватите взором весь периметр на 180 градусов. То есть поставили ладонь, скосили глаза и в этом скошенном состоянии глаз смотрим весь периметр. И сохранили себя в этом положении на 30 секунд или минуту. После этого проморгались, посмотрели и снова пробуем оценить дистанцию четкости взора на каком-либо предмете. Вот, скорее всего, он уже станет лучше. Делая такое упражнение регулярно в комбинации череп, фокус и раз фокус в течение хотя бы 2-3 недель вы заметно улучшите твое состояние. Что осталось? Только сделать. Если вопросы какие-то есть в комментах, напишите, большие пальцы, поделитесь, пользуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok